Сет Рич был так расстроен. Так расстроен тем, что демократическая партия обманула Берни Сандерса и подорвала демократию на праймере с 2016 года, что он передал файлы ДНС. Он скачал это на флешку и передал Джулиану Ассанджу и Викиликс. Ты знаешь, откуда я это знаю? Теперь они говорят, но вся история The Whole Russia Gate была построена на утверждении, что это сделала Россия, что Россия взломала сервер ДНС и передала эти файлы Викиликс. На самом деле все было не так. Человеком, который это сделал, скорее всего, был Сет Рич. Я на 99% уверен, что это был Сет Рич, и именно поэтому они его убили. И они должны были сделать из него пример, на что Джон Падеста, глава предвыборного штаба Клинтон, сказал, что мы должны сделать из них пример. И они сказали, что это было неудачное ограбление. Это было так неудачно, что они не забрали его бумажник. Они не забрали его часы. Они не забрали его мобильный телефон. Можно подумать, что они сделали это, чтобы все выглядело как настоящее ограбление. Зачем тебе это понадобилось? Как бы ты мог подать пример, если бы не оставил все как есть? Ты должен это сделать. Именно так. Если ты действительно сделал так, чтобы это выглядело как неудачное ограбление, то ты не делаешь из этого примера. Ты прав. Теперь они хотят забрать ноутбук. Кстати, в Вашингтон-Пост меня очернил Дэйв Вайгилл, который опять же является марионеткой военно-промышленного комплекса, выбранной Джеффом Безосом для освещения прогрессивной политики. Конечно же, он так и сделал. Это был марш в поддержку войны. Это так и есть. Парень, который возглавлял митинги в поддержку войны, когда учился в колледже. Это Дэйв Вайгилл из Вашингтон-Пост, который является мусорным человеком и репортером-мусорщиком. И он действительно красив. Отдай ему должное. Я отдам ему должное. Дамы его обожают. И он поместил меня. Ему был дан приказ поместить меня в клеветническую статью в Вашингтон-Пост, потому что у меня были вопросы, очевидные вопросы об убийстве Сета Ричи. И я помню, что младотурки не поддержали меня в этом вопросе. И я участвовал в дискуссии с Беном Манковицем, представителями Торнер Классик Мувис и Дженком Угером. И я сказал им, вы помните, когда в последний раз журналистам не разрешалось задавать вопросы о расследовании нераскрытого убийства? И они ничего не сказали, потому что, конечно же, произошло то, чего раньше никогда не было. Конечно, вы, репортеры, всегда можете задать вопросы о расследованиях нераскрытых убийств. Помнишь? Но за исключением тех случаев, когда дело касалось Сета Рича. Почему? Потому что им было что скрывать. Почему? Потому что вся кампания против России и демонизации Трампа была построена на том, чтобы притвориться, что сервер ДНС взломала Россия, а не Сет Рич. Мне это нравится. Вот почему. И именно поэтому ни у кого из младотурков не хватило смелости сказать правду. Вот почему младотурки солгали тебе о Сирии. Они солгали тебе о Ливии. Они солгали тебе об Украине. Они будут лгать тебе о любой войне, кроме войны в Газе. Потому что Дженк мусульманин. Я скажу, что у него все еще есть мой голос. Мне не все нравится. Но мне нравится его политика в отношении секса с лошадьми в хлебных трубочках. И вот теперь они пытаются добиться своего. Они пытались забрать ноутбук Сета Рича у ФБР. Во-первых, ФБР заявила, что у них его нет. Потом они сказали, что он у них есть, но они не смогли получить файлы. Потом они сказали, что файлы у них есть, но они не могут их обнародовать. И вот судья сказал, что они должны это обнародовать. После многих лет отрицания того, что они имели какое-либо отношение к Сету Ричу ФБР. Так что они не те придурки, которые лгут нам. Именно люди задают им вопросы. Как будто именно об этом пишет Вашингтон-Пост. В Википедии все равно будут говорить, что я сторонник теории заговора, потому что Википедию редактируют ФБР, МИ-6 и ЦРУ. Вот почему. ФБР просит еще 66 лет? Поэтому, когда они запросили этот срок, ФБР ответила, что мы собираемся выпустить компьютер Сета Рича в 65-м году. Через несколько лет. В 666-м году. Да, смотри. Таким образом, после многих лет отрицания того, что они имели какое-либо отношение к Сету Ричу, ФБР и Министерство юстиции были уличены во лжи снова и снова. В сентябре 2023 года судья наконец потребовал, чтобы ФБР и Министерство юстиции предоставили все, что у них было относительно Сета Рича. Адвокату Клевенджоу. ФБР ответила, запросив еще 66 лет, прежде чем обнародовать информацию. Они хотели, чтобы это было перенесено как убийство Джона Кеннеди. Ты же знаешь, потому что там ничего нет. Затем, в конце ноября, федеральный судья постановил, что ФБР должно передать доказательства, касающиеся убийства бывшего сотрудника ДНС Сета Рича, Таю Клевенджеру. Судья Амос Л. Мэйсон постановил, что ФБР должно передать личный ноутбук Рича и его работу. Итак, это два ноутбука, его личный ноутбук и его рабочий ноутбук, а также DVD-диск и флэш-накопитель внутри. 14 лет. Дней. Как ФБР собирается выпутываться из этой истории? Они просто так этого не делают. Ну ладно. ФБР снова пытается добиться освобождения от требования о свободе информации в связи с обнародованием содержимого ноутбука Сета Рэта, которое им было приказано обнародовать несколько недель назад. Теперь они утверждают, что содержимое ноутбука может помешать расследованию побочных эффектов, существование которых они даже не могут подтвердить. Боже мой! Очевидно то, что общественность знает, что находится на ноутбуке Сета Рича, пугает ФБР до глубины души. Вот и все. Это запись от 2 по 8 февраля этого месяца 2024 года. Итак, вот что они подали, и вот что они сделали. И вот что они говорят. ФБР считает это преждевременным обнародованием, и они подали в суд на то, чтобы не публиковать это. Также разумно предположить, что преждевременное обнародование рабочего ноутбука может помешать продолжающемуся расследованию убийства, поскольку они притворяются, что на самом деле все еще расследуют это убийство. Они не расследуют убийство Сета, который небогат. Как ты думаешь, это может быть связано с взрывом самодельной бомбы 6 января? На самом деле они этим не занимаются. Связано ли это каким-то образом с НЛО? Так что они делают вид, что пытаются выяснить, кто убил Сета Рича. Знаешь что? Ты представляешь, сколько времени займет это расследование? 8 лет. Ничего себе! Это было бы восьмилетним расследованием неудачного ограбления Курт. Даже Гэри Кондит добился справедливости до этого. Все верно. Как указано в декларации 8 CDL, преждевременное изъятие рабочего ноутбука предоставит преступникам необходимую информацию. Ты знаешь, что это за преступники? Это люди из ФБР. ФБР и есть преступники. Подожди, это дает информацию об их стратегиях принуждения? Да, об их стратегиях расследования и принуждения к исполнению в текущем деле позволяет им прогнозировать и потенциально препятствовать этим стратегиям. Или позволяет им обнаруживать свидетелей, воздействовать на них, запугивать их, подделывать или уничтожать улики. Именно этим и занимается ФБР. Вот так вот оно, что ФБР. Преступники знают об этом. Кстати, преступники знают, как работает ФБР. ФБР занимается этим уже долгое время. Они сами так говорят. Люди не являются преступниками и знают об этом. Они не могут позволить тебе увидеть эти материалы, потому что их могут увидеть преступники. Преступники — это ФБР и предвыборная компания Клинтона. Из-за громкого характера расследования убийства Сета Рича, они этим не занимаются. Это ложь. Они не выясняют, кто убил Сета Рича. Ты знаешь почему? Потому что они знают, кто это сделал. Досрочное освобождение. Досрочное освобождение настольного ноутбука. Преждевременное. Прошло уже 8 лет. Это было тантрическое исследование. Это также может позволить потенциальным свидетелям или подопытным обнаружить конкретные детали, связанные с текущим расследованием, и использовать эту информацию, чтобы повлиять на ход расследования, изменив показания свидетелей или вмешавшись в них. Удваивай дозу. Исходя из разумного предположения, что преждевременное изъятие рабочего ноутбука может привести к такого рода вмешательству в расследование убийства Сета Рича в округе Колумбия, уместно изъять рабочий ноутбук в соответствии с седьмым пунктом А закона о свободе информации. Итак, они говорят, они могут получить освобождение от этого занятия. Вот уже 8 лет они твердят об этом. И они могут это сделать. И они это сделают. И они это делают. Я определенно за то, чтобы сделать это. Так вот, это электронное письмо Джона Подесты. Он написал это в 2015 году. Он сказал, что я определенно за то, чтобы привести пример подозреваемого в утечке информации, независимо от того, есть ли у нас для этого какие-либо реальные основания. Ничего себе. Так это, по-видимому, указывает на причастность Джона Подесты и компании Клинтона к убийству Сета Рича. Вот к чему это приводит. Есть ли у нас какие-либо реальные основания для этого? Есть ли они у нас вообще? Так что давай приведем пример. Как в случае с воротами для пиццы, независимо от того, есть ли у нас какие-либо реальные основания для этого, мы должны распространить это на всех. Мы должны распространить это повсюду. Вау, это действительно самое главное. Вот и все. Глава предвыборного штаба Клинтон говорит, даже если у нас нет для этого никаких оснований, давайте приведем кого-нибудь в пример, чтобы отпугнуть кого-нибудь от повторной утечки информации. И как вы это делаете? Вы кого-то убиваете. Разве его коллекции картин, изображающих детей в рабстве, не было бы достаточно, чтобы избавиться от этого страха? Так можно было бы подумать. А ведь у него самая настоящая коллекция произведений искусства? Он говорит, назовите меня сумасшедшим, но я думаю, что если мы сможем пережить следующий месяц, то сможем, может быть, даже просто обнять друг друга. На этот раз все действительно в порядке. Я определенно за то, чтобы привести пример подозреваемого в утечке информации, независимо от того, есть ли у нас для этого какие-либо реальные основания. Это от Джона Подеста. Это руководитель предвыборной кампании Хиллари Клинтон. А потом убили Сета Рича. Ты понимаешь, что я имею в виду? И теперь они не хотят выпускать его ноутбук. Ну что же, это заговор. Потому что на этом основан весь российский заговор «Русские ворота», который был придуман компанией Клинтона и ФБР. Они должны заставить тебя думать, что Сет Рич, инсайдер компании Клинтона, этого не делал, потому что он был расстроен и испытывал отвращение к тому, что компания Клинтона обманывала Берни Сандерса. Так что же это такое? Вспомни Краудстрайк на горе Крауд Маунтин. Так вот, Краудстрайк был оплачен через день после убийства Сета Рича. Вот здесь внизу, если ты посмотришь, написано, что Краудстрик и заплатили 98 долларов с нулевым результатом, и вот оно. Им заплатили 113 долларов с нулевым результатом, в какой день был убит Сет Рич. Эй, Сири, когда был убит Сет Рич?